Мы сегодня продолжим знакомство с реляционной алгеброй. На прошлом занятии мы разобрали теоретические вопросы, определение всех операций реляционной алгебры. Сегодня на примерах рассмотрим эти операции и остановимся на основных положениях реляционного исчисления. Основным множеством реляционной алгебры является множество отношений. Это мы с вами сказали на прошлом занятии. Эдгаром Франком Кодом было всего выделено 8 операций. Из них их можно было условно разделить на две группы. Это группа теоретика множественной и специальные операции. Эти множества операций избыточные, так как одни операции могут быть представлены через другие. Однако это множество операций было выбрано из соображения максимального удобства при реализации произвольных запросов в базе данных. Основными операциями теоретика множественных реляционной алгебры являются операции объединения. На экране вы видите определение объединения двух отношений и формулы записываются. Операция пересечения, в отличие от объединения, это и. Разность. Разность, в отличие от первых двух операций, является принципиально несимметричной. То есть, если для операции объединения и пересечения необходимо было, чтобы отношения были с одинаковыми схемами, то для операции разности требование одинаковой схемы остается в силе, но здесь результат операции будет зависеть от того, как располагаются исходные отношения. Разность между R1 и R2 не будет равна разности между R2 и R3. Объединения и пересечения, неважно в каком порядке стоят аргументы. Рассмотрим пример. Рассмотрим ситуацию, когда абитуриент сдаёт дважды ЕНТ. Сдаёт ЕНТ зимой и летом. При этом он может сдавать, зимой сдать, набрать баллы, летом попробовать ещё разок сдать, ну, попробовать пройти на грант. То есть, у нас будут три отношения. Отношения R1 – это список абитуриентов, сдававших ЕНТ зимой. R2 – список абитуриентов, сдававших ЕНТ на очах основаниях, то есть летом. И R3 – это список абитуриентов, поступивших в ВУЗ. То есть, студент-абитуриент может быть в списке как R1, так и R2. При этом он может быть в списке R3, то есть в виде поступивших, а может и не быть в этом списке. Найдём сначала список абитуриентов, которые поступали дважды и не поступили. То есть, что это означает? Абитуриент будет находиться в множестве R1, он сдавал ЕНТ зимой, и в множестве R2, да, как он сдавал летом, и при этом не присутствует в R3, то есть минус R3. Список абитуриентов, которые поступили в ВУЗ с первого раза, то есть сдавали экзамен только один раз. Значит, он будет присутствовать в списке R1, тех, кто сдавал зимой, не будет сдавать летом, то есть минус R2, и в списке поступивших. Или же он сдавал летом, то есть R2, не сдавал зимой, минус R1, и в списке поступивших. Список студентов, которые поступили в ВУЗ только со второго раза. То есть это список тех, кто был в списке R1, сдававших зимой, и R2, сдававших летом, и поступивших в списке зачисленных абитуриентов. Список абитуриентов, которые сдавали ЕНТ только один раз и не поступили. То есть абитуриент сдавал R1 зимой и не сдавал летом, то есть минус R2, или сдавал летом и не сдавал зимой, минус R1, и при всем при этом он не поступил, то есть минус R3. Нету в списке поступивших. Еще одним последним, последней операцией, теоретико-множественной операцией реализованной алгебры является произведение, расширенное декартово произведение операции. Эта операция, в отличие от предыдущих трех операций, объединение, пересечение и разности, не требует, чтобы исходные множества имели одинаковую схему. То есть здесь идет работа с двумя отношениями, может быть с одинаковой схемой, может быть абсолютно разной схемой, чаще всего, конечно, разной схемой. То есть, как вы знаете, для того, чтобы использовать операцию расширенного декартового произведения, необходимо сначала понять, что такое конкретинация или сцепление двух картежей. Конкретинация или сцепление двух картежей называется картеж, полученный добавлением значения второго в конец первого. То есть, если ваш первый картеж содержит атрибуты, определяющие фамилию абитуриента, адрес, телефон, еще что-то, а Q это картеж, который определяет его юридический адрес, адрес родителей, информация о школе, которую он завершил, тогда картеж, который содержит все личные данные, данные о родителях в школе, еще какую-то дополнительную информацию, все это вместе будет составлять сцепление либо конкретинация двух картежей. Расширенным декартовым произведением называется произведение двух отношений, в результате которого мы получаем множество или отношения, состоящее из множества картежей, полученных сцеплением или конкретинацией. Это вы тоже смотрели на прошлом задании. К специальным операциям реляционной алмебры относятся операции горизонтального выбора, ее еще называют операцией фильтрации или операцией ограничений отношений. Результатом операции выбора или фильтрации, заданной на отношении р в виде булевого выражения, определенного на атрибутах отношения р, называется отношение р от альфа, включающие те картежи из исходного отношения, для которых истинно условия выбора или фильтрации. То есть мы накладываем какое-то ограничение на отношения, при этом получаем множество картежей, которые принадлежали исходному множеству и для которых вот это условие ограничения является истинным. Операция проектирования или вертикальный выбор – это вторая операция из группы специальных операций реляционной алгебры. Здесь проекция отношения р на набор атрибутов b называется отношение со схемой, соответствующей набору атрибутов b, содержащему картежи, получаемые из картежей исходного отношения r путем удаления из них значений, не принадлежащих атрибутам из набора b. Операция условного соединения называется подмножество декартового произведения отношений r и q, картежи которого удовлетворяют условию b, рассматриваем как одновременное выполнение двух условий. То есть это сравнимые должны быть атрибуты из одного домена и конкретная операция сравнения между этими атрибутами должна быть истинной. То есть обозначаем как мы одно отношение, второе отношение, между ними ставятся условия, по которым соединяются два отношения. При этом мы получаем множество картежей, которые получаются сцеплением или конкретинацией картежей, таких, что вот эта конкретинация или сцепление удовлетворяет условию, условия ограничения, которые накладываются на наши картежи. То есть получаем истинно. И у нас будет пробегать по всем параметрам наших атрибутов. Тут еще а и т пропустим. Операция деления. Это последняя операция теоретика, специальная операция реализационной алгебры. Операция деления ставит соответствие отношением R и T, новое отношение к Q, которое обозначает таким образом. То есть взяли два отношения, R и T. При этом на их атрибуты накладываются определенные условия. Какие условия? Картежи являются элементами проекции R на A1, то есть для которых T от B входит в построенное для них множество образов. То есть это множество картежей, таких, что они принадлежат R от A1 и T от B принадлежат множеству образов. Рассмотрим пример сдачи сессии студентами ВОЗа. У нас будут три отношения. Отношение R1 – это информация о попытках сдачи экзаменов студентами. Причем попытки будут как успешные, так и неуспешные, неудачные. Вообще сдавал студент экзамен, значит он попадается в R1, в список R1. R2 – это состав групп, фамилия студента и группа. R3 – это список дисциплин, которые нужно сдавать каждой группе. Найдем список студентов, которые сдали экзамен по базе данных на отлично. Так как уже сдали экзамен, значит мы будем рассматривать отношения R1. Здесь у нас есть ФИО, дисциплина, оценка. Нам нужна оценка, равная 5, отлично, и дисциплина BD. То есть мы на наше отношение R1 наложили такое условие, условие ограничения отношения. И затем, выбрав все картежи, которые удовлетворяют этому условию, мы спроекцировали на ФИО. То есть нам лишняя дисциплина и оценка не нужна, так как дисциплина у всех будет база данных, а оценка у всех будет отличная. Нам нужны только их фамилии. Еще раз, наложили ограничения на отношения и спроекцировали на атрибут ФИО. Список студентов, которые должны были сдавать экзамен по базам данных, но еще не сдавали. То есть сначала выберем тех, кто вообще должен сдавать экзамен по базам данных. Для этого мы должны рассмотреть третье отношение. Группа дисциплины. То есть вытащить группы, в которых есть дисциплина база данных. При этом из этих групп нужна еще и фамилия. То есть нужно рассмотреть отношение R2. То есть мы получаем отношение R4. Здесь рассматриваем отношение R2 и R3. То есть мы идем в горизонтальный выбор. Выбираем что? R3 группа равно R2 группа. И R3 дисциплина равняется база данных. Нам нужны только фамилии студентов. Поэтому мы проецируем это все на ФИО. Теперь выберем тех, кто уже сдавал дисциплину базы данных. То есть мы из R1 выбираем ФИО всех студентов, у которых дисциплина базы данных была. То есть мы на R1 накладываем отношение дисциплины равно BD и проецируем на фамилию. Так как фамилия нам не нужна. Тогда исходным отношением будет отношение S2, равное R4 минус R5. То есть мы из общего списка тех, кто должен был сдавать базы данных, убрали тех, кто уже сдал экзамен по базам данных. Список студентов, имеющих несколько двоек. Этот пример интересен тем, что мы рассматриваем отношение R1 и R1 штрих как копию отношения R1. То есть что мы делаем? Для нас R1 штрих – это копия отношений R1, но мы рассматриваем как будто на отдельная таблица, отдельные отношения. Мы взяли из отношений R1 ФИО, из отношений R1 штрих ФИО, они должны совпадать, то есть это должен быть один и тот же студент. И R1 дисциплина не должна равняться R1 штрих дисциплина. И оценка у обоих должно быть меньше или равно 2. То есть, например, взяли Иванов, и этого же Иванова мы взяли во второй таблице, говорим, из первой таблицы, например, дисциплина база данных, не равно, значит, отсюда мы возьмем дисциплину алгебра, и по базам данных 2, и по алгебре 2. То есть как минимум две двойки имеются. То есть мы работали с отношением R1 и его копией R1 штрих. Так как нам список дисциплины требуется только фамилии студентов, то мы проецируем на ФИО. Список круглых отличников. Чтобы получить список круглых отличников, мы сначала строим список всех пар студент-дисциплина, которые в принципе должны быть сданы. То есть мы берем из R2 группа, сравним с R3, работаем с R2, с R3, проецируем это на ФИО и на дисциплину. То есть получим список фамилий и дисциплин, которые в принципе должны быть сданы всеми студентами. Далее строим список пар студент-дисциплина, где получена оценка «отлично». То есть мы вытаскиваем теперь оценку, равную «отлично» из R1, проецируем. Из всего этого используем только ФИО и дисциплину. То есть сам столбец «оценка» нам не нужен. Спроецировали, получили ФИО дисциплину, где только пятерки. Дальше строим в список студентов, что-либо не сдавших на «отлично». То есть что получится? Мы из R6, из списка всех студентов, которые должны были что-то сдавать, отнимаем список тех, кто все сдал на «отлично». Тут получается тех, кто имеет хоть какую-то четверку, тройку. И из этого списка, этот список, вернее, мы проецируем на ФИО, получаем только фамилии студентов без лишней информации. Результатом будет отношение С4. Такое, что из R2 ФИО мы взяли, то есть из таблицы R2, со списка студентов вытащили только фамилии и отняли отношение R8. Это те, кто сдал что-то не на 5. Получается, мы оставляем здесь ФИО, те, кто все сдал на «отлично». Революционное исчисление, в отличие от революционной алгебры, позволяет описать отношения и операции на ними в виде аналитического выражения или формулы путем использования ограниченного исчисления предикатов, фантеров и переменных выборки. Пользователь просто указывает, что он хочет получить из базы данных. Для построения выражений используются следующие символы – x.y. То есть это множество значений атрибута y из отношения x. Это как было объект, точка свойства, объект, точка метод. Второе. А из которых мы перечисляем атрибуты из этого отношения. То есть это отношения заданы с указанными атрибутами. Двоеточие означает такое что? То есть выражение слева двоеточие означает то, что должно быть найдено. Выражение справа означает условия поиска. Кванты существования существует. Кванты всеобщности, то есть для любого, и или не, экологические операции и или не, и множество операций сравнения. То есть знаки сравнения – это равно, не равно, больше, больше, равно, меньше, меньше, равно. Из этих семи пунктов можно построить отношения, описать отношения, построенные путем использования реляционного исчисления. Например, пусть имеются три отношения. R1 – это отношение студент, где А1 – номер зачетной книжки, А2 – фамилия студента, А3 – адрес студента. R2 – это отношение преподавателя, где А4 – табельный номер преподавателя, А5 – это фамилия преподавателя, А6 – должность, и R3 – это отношение студент-преподаватель, указывающее, какие студенты учатся у каких преподавателей. Необходимо образовать отношения, содержащие сведения о студентах, которые обучаются у всех преподавателей. То есть мы получаем новое множество кум, которое состоит из отношений, из множества отношений, из множества атрибутов А, принадлежащих отношения R1, множества атрибутов А4, принадлежащих R2, таких, что для любого R2, то есть для любого преподавателя, существует студент, и такое что? Существуют такие пары. Атрибут А1, то есть зачетная книжка, вернее, А1, зачетная книжка отношения из R3, то есть отношения студент-преподаватель, равен А1, R1, то есть зачетная книжка из отношения R1, и А4, это табельный номер преподавателя, из R3 равен А4 из общего списка преподавателей. То есть, если по-другому сказать, для любого преподавателя существуют студенты, такие, что эти студенты находятся в списке R1, в общем списке студентов, преподаватели находятся в общем списке преподавателей, и при этом они находятся в отношении студент-преподаватель. Преимуществами реляционного исчисления по сравнению с реляционной алгеброй являются. Во-первых, пользователи не интересуют, каким образом компьютер получит результат. Компьютер же имеет некоторую свободу для выбора наилучшего способа получения результата. Во-вторых, процедуры, используемые реляционным исчислением и обеспечивающие секретность данных, выглядят гораздо проще, так как они связаны с явно выраженными в запросе требованиями к данным, а не с процедурами пользователя. В-третьих, для пользователя-непрограммиста естественнее требовать данные по их названиям, чем вводить собственный набор операций. Ну и четвертое, пользователь может задавать операции поиска в удобной для него форме шагов запланированного диалога, который компьютер интерпретирует формально язык реляционного исчисления. Недостатком реляционного исчисления является сложность его разработки. Реляционное исчисление требует более высокого уровня автоматизации. Итак, мы сегодня на примере разобрали с вами операции реляционной алгебры, основные моменты реляционного исчисления. Если сравнить реляционную алгебру и реляционное исчисление, то можно отметить, что множество функций отношений, выразимых в реляционной алгебре, является в точности тем же самым, что и множество функций, выразимых формулами реляционных исчислений. Языки, основанные на реляционном исчислении, представляют собой языки более высокого уровня по сравнению с алгебраическими языками, поскольку алгебра специфицирует порядок операций, а реляционное счисление оставляет определение более эффективного порядка вычисления программному пакету. Выигрыш получает, если выражение реляционного исчисления оптимизировано, что является весьма сложной проблемой. Реляционное исчисление требует более высокого уровня автоматизации, реализовывать его сложнее. Для пользователя удобнее указывать, что надо найти, чем как это сделано. То есть пользователю удобнее пользоваться рееляционным исчислением, нежели рееляционное алгебра. На экране вы видите основные вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой изучению литературы. На следующем занятии продолжим знакомство с нашей темой. На основе реляционной алгебры построим язык из COIL и рассмотрим этапы проектирования баз данных.